МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 6 апреля 1654 года, царь Алексей Михайлович подписал грамоту Богдану Хмельницкому, провозглашавшую фактическое присоединение Украины. 6 апреля 1972 года произошел запуск искусственного спутника Земли «Космос-484» с целью изучения солнечного и космического излучения. В этот день, 6 апреля, родились выдающийся русский врач Николай Спифасовский. Александр Герцин, известный философ, вольнодумец, автор главного русского вопроса и книги «Кто виноват?». Александр Иванович Герцин, вольнодумец, разбуженный декабристами, писатель-философ. Он посвятил свою жизнь борьбе с предрассудками и прожил непростую полную личных драм-жизни. Герцин очень страдал из-за своего происхождения, и многие свои сомнения и неудачи объясняли тем, что был внебрачным сыном, и с рождения носил не фамилию, а псевдоним. Его матери была немка Луиза Гак, а отцом влиятельный помещик Иван Яковлев. Записали мальчика на фамилию Герцин от немецкого «Hertz» — сердце, то есть «сын сердца». И хотя Саша воспитывался в семье отца, он очень рано осознал свое незавидное положение. У впечатлительного подростка были даже мысли покончить с собой. От этого шага его удержало обращение к религии, но он замкнулся, полностью погрузившись в чтение книг и изучение философии. Проведение свело необщительного Герцена с другой известной фигурой 19 века — Николаем Огаревым. И у него появился настоящий друг на долгие годы. А произошло это так. Иван Яковлев стал очевидцем происшествия. В Москве реке тонул человек. Он крикнул, что тот, кто спасет несчастного, будет награжден. И один смельчак сделал это. Когда же пострадавший пришел благодарить богача, то привел с собой своего воспитанника Николеньку. И выяснилось, что пострадавший служит гувернером у дальнего родственника Яковлева, помещика Огарева. Два подростка сразу нашли общий язык, они читали одни книги, имели похожие идеалы. В 1828 году 15-летние друзья горячо поклялись, что всю жизнь посвятят борьбе за народную свободу. Уже в советские годы из этого юношеского порыва сделают символ рождения демократии. А на месте клятвы на Воробьевых горах возведут Стеллу. Как бы то ни было, два молодых сердца были абсолютно искренни. И надо признать, ни тот, ни другой своим идеалам не изменят и в зрелые годы. Уже студентами Герцена и Огарев организовали кружок единомышленников. Молодые люди собирались в доме у Огарева, горячо обсуждали весьма дерзкие идеи, рожденные революциями на Западе. Читают, много говорят о свободе, вольно дышат, утят. Их собрания закончили с арестами и ссылками. Герцена сначала заслали в Пермь, затем в Вятку, где определили на службу в канцелярию губернатора. Походатайству Жуковского Герцена перевели во Владимир. И Герцен женился и провел самые счастливые свои годы. В 1840 году ему было позволено вернуться в Москву. Тогда и там Герцен и написал самый известный свой роман «Кто виноват?». И тут снова пошли разговоры о его происхождении. Злой язык газетного писаки назвал Герцена «бастардом от литературы». И в 1847 году тот с семьей уехал в Европу. За границей он продолжал активно работать. Герцен окончил пронзительную повесть «Сорока-воровка». Он писал очерки, объединенные в несколько книг, письма из Франции и Италии, с того берега, статьи и заметки. До 1850 года его жизнь текла спокойно, а после началась целая череда трагедий. Погибели в кораблекрушении мать Герцена и сын Николай, названный так в честь Огарева. Не успел Герцен пережить эту потерю, как погибли его жена и новорожденный сын. Герцен поселился в Лондоне. Его считали первой фигурой русской эмиграции, а между тем он жил один, замкнувшись в своей работе. Главным его созданием эмигрантских век стало былое и думы. Сам Герцен называл эту книгу «исповедью», по поводу которой собрались сам и сям оставленные мысли из дум. Жизнь Герцена в очередной раз повернула трагедия – самоубийство дочери Лизы. Герцен пересмотрел многие взгляды, он вернулся к вере, а в конце концов отдалился от революционеров, в особенности от русских радикалов. Его слова. Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Эту идею можно считать духовным завещанием этого крупного мыслителя и искреннего человека.